После матчевой пресс-конференции Родина М, Электрон, главный тренер команды Родина М, Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, Ваши комментарии по игре. Поздравляю ребят с победой, также весь клуб. Мы старались, к этому шли в тренировочном процессе, уделяли внимание, разбирали игрока, то есть соперника. Мы знали, что будет непростая игра. Первый тайм, и получается у нас был 1-0, второй тайм, после штрафного мы пропускаем гол на 80-й минуте. Благодаря ребятам, стараниям им, они перебороли себя. И также можно отметить игрока, который забил второй гол, Тагаджиев Даниял. У него сегодня день рождения, переломал ход матча. Также вышли, можно сказать, еще большое отметить, игроки, которые вышли на замену, также самореализовали свои моменты. То есть это Матвей Киселев, который в первом тайме забил гол. Также самое Антонов, который во втором тайме, который после длительного отсутствия в связи с болезнью, он не играл. Также можно отметить, что ребята очень сильно переживали, старались, бились. Ну, спасибо большое, что они так сыграли. И наконец-то мы переломили ту череду неудач, которая была победой. Матвей Киселев вышел уже в середине первого тайма, изменив Рогачева. Что с Андреем Рогачевым? Андрей сказал, что у него небольшое повреждение. Я думаю, что он будет втрою. Попросил замену, почувствовал боль, не стали рисковать и решили выпустить Матвея. Насколько это тренерский гений, что из трех мячей двое забивших вышли на замену? Ну, как бы мы планировали, но футбол, знаете, что игра такая непредсказуемая. То есть, как бы планировали, отрабатывали в тренировочном процессе. Очень много уделяли внимания на завершение. И думаю, оно получилось так, что дало плодотворную работу в тренировочном процессе. И дали нам, получается, такой результат хороший. После того, как гости сравняли счет, у нас все равно была уверенность, и у ребят на поле, что мы можем интеграться. Так ли это было на самом деле? Ну, да, ребята, они, получается, сразу перестроились, настроились. Оно видно было. Они хотели победы этой. И, как бы сказать, своим желанием, старанием, своими тактическими действиями мы обыграли соперника. После матчевой пресс-конференции Родзэм, Электрон, главный тренер команды Электрон, Вехтев Сергей Александрович. Сергей Александрович, ваш комментарий по игре. Ну, тяжело что-то говорить. Опять приходится вроде бы как и оправдываться. Да, ну, если честно, ехали сюда с хорошим настроем. Пытались достучаться до ребят, что, ну, в принципе, для нас, наверное, каждый матч как последний бой. Да, ну, здесь, в принципе, шаг за шагом каждая игра для нас действительно является как последний бой. Поэтому пытались настроить ребят. Ну, в принципе, наверное, первый тайм, скажу, что процентов на 50-60 ребята выполнили то, что я от них хотел. Очень много было брака в индивидуальном плане, работы с мячом. Ну, и, конечно, в концовке пропустили ненужную оплошность, пропустили гол. В раздевалке пытались ребят успокоить, чтобы они начали играть, скажем так, более уверенно. Ну, по большому счету, я думаю, они услышали, дождались своего момента. Вроде бы, как бы, сравняли счет, ну, и обойма у нас, скажем так, не очень большая скамейка в плане того, что травмированные есть, да. Дали ребятам шанс проявить себя, ну, опять-таки, индивидуальные ошибки привели к тому, что мы концовку провалили совсем. Поэтому, что могу сказать, с победой Родину. Ну, и нам еще много работы в плане конструктивности построения игры. Пропускали только в концовках тайма. С чем вы это связываете? Что именно в концовках? Ну, опять, наверное, с чем? Концентрация, неопытность где-то некоторых ребят, что, может, смотрят, что остается там 2-3 минуты. Наоборот, просили, что играем от свистка до свистка, но, говорю, все, опыт приходит с играми, поэтому ребята есть молодые. Будем работать, наверное, из-за неопытности, хотя, говорю, очень просим, чтобы была полнейшая концентрация все 90 минут. В перерыве сделали сразу двойную замену. Как мы понимаем, рисунок игры хотели поменять уже начиная со второго тайма. Ну, да, я говорю, пытались достучаться, ребят, что должны более агрессивно играть, то есть, искать свои моменты счастья, зарыто в штрафной соперника. Ну, я говорю, чуть-чуть получилось, дождались своего момента, ну, концовку, конечно, еще раз повторюсь, провалили полнейше. С чем вы связываете такие результаты команды, что, допустим, с ленинградцем, с лидером нашей подгруппы вы играете в ничью, а другие матчи вы играете чуть хуже и не набираете очков? Ну, тяжело что-то сказать, наверное, в первую очередь, опять повторюсь, психологии, домашние игры, то есть, как бы, там, свой болельщик, ребята, может быть, как-то больше выкладываются, больше концентрации, то есть, ну, не знаю. Пока будем думать, в чем проблема у нас, будем искать ее и попытаться как можно быстрее решить ее.